На высоте почти 3000 метров над уровнем моря, разделенные всего несколькими метрами, армянские и азербайджанские солдаты ведут непрерывное наблюдение друг за другом. С момента окончания военного конфликта, унесшего тысячи жизней, прошло несколько месяцев. Ситуация взрывоопасная. Это стихийно вспыхнувшее столкновение удалось остановить, но, по словам армянских офицеров, за последние недели участились перестрелки и похищения солдат. До прекращения огня осенью прошлого года граница на практике была не более чем линией на карте. Армения контролировала территорию по обе стороны официальной границы и часть буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха. В настоящий момент основная проблема в том, что у противников разные представления о том, где должны находиться их новые пограничные посты. Ереван обвиняет Азербайджан в самовольном перемещении его позиций вглубь армянской территории. Азербайджанцы пересекли официальную линию разграничения и вошли на территорию Армении примерно на 3 километра. По моему личному мнению, эта ситуация должна быть разрешена как можно скорее, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Азербайджанцы говорят, что в их распоряжении есть карты, составленные еще в 80-е годы. Карты, на которых нанесена совсем другая линия границы. В приграничном армянском селе Кут часто слышна стрельба в горах. Сейчас мои три сыновья там. Вот вы имеете в виду посередине, да? Да, да, да. И там ваш сыновья? Да. И сколько им лет? Одного 23, одного 24, одного 27. Ну вот 34 лет нету. Убили одного. 18 лет еще. Только что Пашир Барни. Андроник рассказывает, что его соседи боятся выводить скот на горные пастбища, после того, как азербайджанские военные обстреляли пастухов, и те потеряли коров. Трагедия для жителей деревни, живущих лишь за счет собственного хозяйства. Сейчас они, если придут, нас топтают. Наши почти людей нету. А их много. Я никуда не поеду. Уже три раза в жизни. Уехал туда-сюда, туда-сюда. Как и большинство жителей этой армянской деревни, Андроник родился в Азербайджане. Был беженцем во время первого конфликта между бывшими советскими республиками в конце 80-х. Война, по его словам, никогда не заканчивалась, а лишь приостанавливалась. Иногда затишье длилось годами, иногда лишь несколько часов. Вот и нынешние прекращения огня с каждым днем выглядят все более шатким.